вот в этой коробочке с колесиками у нас вот колеса вставляются просто просто вставляются здесь присутствует краткая инструкция вот такая вот принципе ребенок 2 вот таких вот винта как я понимаю все это дело монтируется вот вот в эту штуку и все в принципе самый простой монтаж здесь есть вот это вот техническое отверстие как то так это происходит все колесики за 500 рублей вот такая вот история в принципе ну еще легче чем представлял себе просто ставите вот этот вот техническое отверстие для того чтобы это все зафиксировалось а вот этот винт просто вкручивается и все равно ничего вообще ничего делать тут даже отвертки немножко вот такой вот интересный момент вот в эту крепление для стены вы естественно будете крепить не на не в первую очередь не на сам прибор обогрева не на модуль обогрева а сначала к стене то есть комплекте у нас есть все необходимые установочные крепежи а дальше просто навешивать сначала низ а потом вверх и все это дело просто защелкивается и все и у вас вот этой вот вот этого момента вполне достаточно может быть первый на первый взгляд покажется что от стены соответственно вот не поместится вот этот модуль управления нет поместится компания балу все продумала за вас так друзья вам кто не показывал когда-нибудь в обзоре конвектора нижнюю часть вот никто что когда не показывал вот так вот выглядит забор воздуха на это компания балу делает очень сильный акцент что она достаточно его на инновационное занимает максимальное пространство я понимаю что под решеточка у нас находится специально вот такой вот щетка вот такая которая все это дело как бы себя принимает агрегирует забору потока воздуха то есть это нижняя часть конвектора но друзья установил не без проблем эту штуку потому что там присутствует обратите внимание учитесь на чужом опыте вот здесь вот присутствует снизу два крепежа вот это сюда заводится здесь есть специальный паз и там условно говоря два вот таких штуки для такие штучки пластиковые я один поставил один промахнулся соответственно сюда но по факту это никак не влияет потому что в комплекте уже без отвертки вы не закрутите с отверточкой в комплекте к модуле управления присутствует два вот таких вот маленьких самореза как можно сказать клопа вот все установлен вот так вот это все дело выглядит таким вот образом дальше уже просто сюда а сюда просто флешечка втыкается это либо техническая заглушка либо прямо в нее сейчас посмотрим да прямо в нее вот так это все дело включается и все это дело выглядит следующим образом в сборе спереди сзади длина кабеля для многих это имеет значение примерно примерно метр обратите также внимание что вот это вот является в отзывах пишут что вот это вот как раз таки и является датчиком который определяет окружающую температуру то есть в какой-то момент просто его можно аккуратненько отсюда снять и отвести в сторону для того чтобы вверх поднять или еще как-то для того чтобы измерение было более точным давайте включим и начнем эксплуатацию но друзья инверторный конвектор в сборе включен и работает естественно он должен стоять там где он сейчас стоит но в том помещении где мы снимаем временно жилье розеточка находится именно здесь для того чтобы неудобно вам было показать и продемонстрировать как я уже сказал снизу происходит забор воздуха колесики у нас позволяют перемещать его по плоской поверхности пола вашего дома или квартиры решеточка выводит нагретый воздух ну и блок управления выглядит следующим образом на нем наклеена вот такая вот транспортировочная пленочка пока что я ее снимать не буду для того чтобы потом спокойно все это дело перевести в дом и так как я понял из тех моментов что я ознакомился с данным блоком управления здесь есть несколько клавиш клавиш включения-выключения клавиша смены если вы в пользовательском уровне смены непосредственно интенсивности нагрева клавиша мод этого на сценарии использования то есть режимы использования и клавиша плюс-минус для того чтобы прибавить или убавить непосредственно температуру если мы нажимаем сюда ставим 24 и все это дело будет подогреваться до 24 градусов как мы поняли было 2 2 деления интенсивности мощности стало 4 то есть прибавили градусы естественно стало все меньше если это будет меньше допустим я поставлю 20 он должен сработать и как правило вот эта шкала скорее всего будет меньше со временем может быть и сразу если честно не знаю по режимом который продемонстрировал мне сам данный модуль это у нас 16 градусов это ночной режим тоже можно регулировать вот 5 градусов это именно то анти замерзания этот режим который был выставлен сейчас 20 градусов находясь в нескольких сантиметрах от непосредственно прибора от модуля нагрева я чувствую отработает ему 10 минут максимум на я чувствую что нагрев происходит достаточно быстро при этом это максимально бесшумно вот этот зеленые светодиоды наверное в ночное время суток некоторых людей будут напрягать а для некоторых будет являться скажем так неким ночником визуал нравится очень хорошо очень сильно потому что но это белая практически невидимая плоскость которая просто будет либо стоять на полу либо висеть на стене вот этот элемент дизайна сделан из покрашен точнее в такой серенький цвет он ну скажем так в фирменных расцветок расцветках компании балу балухом здесь написано и платиновый сервис здесь это наверное все потому что дальше мы будем разбираться с вайфаем как это все дело работает разбираться будем непосредственно уже когда перевезем в доме для того чтобы сейчас не было вот этого сброса вайфай настроек то есть здесь мы подцепить естественно сеть потому что не было у нас конфликта подключения сам модуль мы видим что он запитан с помощью синенького светодиода в принципе ну вот каким-то таким образом это все дело визуально выглядит следующим образом не считая вот evolution transformer system здесь еще написано не считая вот этого косяка скорее всего насколько косяк но действительно он не накрывать дом под кого не накрывать потому что существует скорее все какие-то специальные такие ушки для того чтобы если вы хотите посушить полотенчик носочки трусики скорее всего что-то можно придумать но в таком виде ничего на него сверху класть нельзя как-то так таким получилось информационное видео ставьте лайк если понравилось и была полезная информация 2 дизлайка если мне понравилось мы совсем скоро увидимся всего доброго пока пока и и и и и и и и